Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала! Не так давно мы прошли еще одну игрушечку от Маткомери Интерактив и я постараюсь без лишней воды и абстрактных размышлений рассказать вам о чем же была Фобос 1953. Ну и как всегда, дорогой зритель, это будут лишь мои размышления, мое мнение, моя точка зрения. Ну и прежде чем мы перейдем непосредственно к разбору, я просто обязан тебе показать небольшой фрагмент видео от журнала «Лучшие компьютерные игры», в котором раскрываются все пасхальные яйца игры, потому что это очень важно для нашего рассказа. Действительно важно, мы ни одно из них так и не нашли во время прохождения. В самом низу экрана главный герой может вытащить забавную бумажку с рекламой настольной игры «Веселый чекист». С подобным названием и идеями существование данной игры в реальном СССР было бы крайне сомнительно. Второе яйцо можно обнаружить на ящике возле входа в лабораторию. Если присмотреться к бумажке, то герой заметит приглашение на просмотр фильма «Вихри враждебные». Вся соль этой находки понятна только если связать ее с сюжетной составляющей игры. Фильм действительно был снят в 1953 году, но на экраны вышел только в 1956. Данному переносу способствовала неожиданная гибель Сталина, а это событие является одним из главных в сюжете Фобоса. Больше всех от переноса фильма, по-видимому, пострадал Михаил Геловани, так как именно он исполнял в «Вихрях враждебных» роль Сталина. И все сцены с его участием из финального варианта были вырезаны. Объявления о показе фильма, так же как и реклама веселого чекиста, отображаются среди найденных документов. И с ними нужно ознакомиться, чтобы собрать все возможные записи на этой странице. Третье пасхальное яйцо уже относится к серьезным. И было обнаружено по наводке самих разработчиков, подмеченные в одном из их интервью. Чтобы найти этот секрет, игрокам порекомендовали попробовать умереть в процессе прохождения. Если немного подумать, то сделать это можно всего в одной локации. В лаборатории, где кто-то бросил на полу баллон с опасным газом. Заходите туда, некоторое время ждите, пока герой будет кашлять, и в конце концов потеряет сознание. Очнувшись в начальной локации, стоит тут же заглянуть в список найденных документов и осмотреть свой пропуск. О чудо! У героя поменялись фамилия, имя, отчество, номер паспорта и вообще, судя по всему, перед нами уже другой человек. Если снова отправиться в лабораторию, то можно наблюдать, как документ обновляется еще два раза. Данный секрет наводит на мысль, что в бункере и правда могли находиться сразу несколько инженеров, направленных туда для ремонта оборудования. Вполне возможно, одному из этих людей мы и спасли жизнь, настроив далее по сюжету вентиляцию. Последний секрет самый значимый. И найти его можно в конце игры, после того, как игрок прослушивает запись голоса на магнитофоне. Подобрав противогаз, отправляйтесь в единственную доступную дверь и, надев его на себя, попробуйте выйти обратно. Вместо того, чтобы попасть в уже знакомое помещение, герой обнаружит себя в совершенно новом непонятном месте. Если вспомнить сублюструм, то вы легко узнаете вокруг капсулу профессора, при помощи которой мы ранее путешествовали в мерцающие миры. Интригующие секретки, не правда ли? Но, помимо всего прочего, здесь еще очень серьезные несостыковки в игре по времени, по временным отрезкам. Конечно, вы уже говорили в комментариях, я повторюсь для тех, кто, наверное, не читал, что действительно журнал «Радиотехника» за 1953 год, номер 6, который мы находим, это действительно уже июньский журнал. То есть записи, которые мы находим по бункеру, ближе к марту, но этот журнал как бы из будущего. Календарик на столе и записи в уголке, скажем так, в стенд-газете напрямую говорят, что сейчас март. После того, как мы настроим вентиляцию и спасаем кого-то с нижних уровней, можно обратить внимание, что на календарике на столе, несмотря на то, что мы его не нажимали на текстуре, видно, что там, по-моему, 21 число. Точно неизвестно какого месяца, но даты здесь постоянно двигаются, постоянно меняются. Также, совсем уж смутившая меня немножко вещь, но тем не менее оправданная, это УШМ, углошлифовальная машина или то, что мы в простонародье называем болгаркой. Забавный факт, что массово болгарки начали производить только в 1956 году, и то за границей. В СССР же болгарка попала в 1970-х годах, только самые первые образцы, которые как раз и выпускались на болгарском заводе с парки Элтос в городе Лович. И, соответственно, отсюда уже и пошло такое название, как Болгарка. Но вообще углошлифовальная машина, и в России она появилась только в 70-х годах. Но я хочу сказать, что это не ошибка разработчиков, это именно обусловлено событиями и сюжетом того, что здесь происходит. Игрушечка Фобос, как и Мор, по большому счету многослойная, представляет собой сюжетную матрешку, или, как я это люблю называть, коробочки, или, так сказать, слои реальности. И вот что это за слои? Давайте разбираться. В 1918 году некто-профессор разрабатывает странную технологию, по которой, изолировавшись в подводном колоколе от внешнего мира под воздействием галлюциногенов и ультразвука, человек может перемещаться в некое странное состояние или свои воспоминания, или, как он это называл, в мерцающий мир. К сожалению, эксперименты профессора его же самого и погубили, но такая потенциальная разработка не могла не заинтересовать спецслужбы СССР в области возможного применения, как проникновения воспоминания, например, Ленина, или Сталина, или еще каких-то других лидеров, возможность контролировать подсознание человека, ну и вообще в области воздействия на подсознание людей. Естественно, бункер, по которому мы путешествуем во время игры, действительно существует, действительно находится где-то под веткой метро, но надо понимать, что один из видов экспериментов, которые там проводятся, это как раз и есть эксперимент профессора. Именно поэтому мы частенько встречаем некоторые записи о попытках воздействия психотропами на людей, ультразвуком, вообще звуковыми колебаниями именно на это. Для этого наверняка был заказан генератор шумов, генератор частот, а также, конечно же, об этом явственно говорит пасхалка, которую мы не разыскали, о том, что при некоторых, скажем так, условных маячках, флажках, да, как противогаз, как защищающий его от дурмана, да, наш главный персонаж на некоторое время выбирается в слой реальности, то есть снова просыпается в этом колоколе. Так вот, кто же наш персонаж, самая главная интрига? На мой взгляд, это, собственно, Чернокорский. Чернокорский один из осужденных, который проявляет некоторые психосоматические способности, некоторые сверхвозможности, скажем так. Естественно, над нами проводятся допросы, проводятся эксперименты, применяются разные препараты и так далее, ну и, конечно же, под конец нас помещают в батискав, в котором мы, скорее всего, погибаем. Теперь, чтобы продолжить рассказ, нам надо с вами немножко понять, что же такое Мерцающий мир. К сожалению, ни Фобос, ни Сублюстром толком не говорят, что же это за место, но однозначно они намекают на то, что это воспоминания, воспоминания определенных людей, определенного человека. Я предположу, что Мерцающий мир — это такое хранилище, емкость воспоминаний или слайбарда, или карма, как хотите. Но суть в том, что именно в этом месте сохраняются воспоминания людей, Мерцающий мир. И когда простой человек попадает в него, он путешествует именно по своим воспоминаниям. Но в нашей ситуации этот мир попал в Черногорию. Из записи мы с вами знаем, что менталисты, они могут связываться с людьми, чувствовать их эмоции, чувствовать их переживания. И Черногориев, попав в Мерцающий мир, по сути своей подтянул и объединил воспоминания других людей, которые уже умерли. Понятно, что их воспоминания сохранились. Он подтянул их воспоминания и собрал некую такую образную картину этого бункера, образную картину, собранную из различных воспоминаний. Также, помимо всего прочего, еще на все это дело действуют и его воспоминания. Воспоминания о допросе. Именно они прослеживаются у нас в громкоговорителе. Фрагменты, отрывки. Тем не менее, они очень в тему. И именно поэтому можно найти документ осмотра места происшествия персонажем, который еще не умер на этом месте происшествия. Вы понимаете, о чем я говорю. И так далее. То есть, скачущие даты, постоянно прыгающее время. Все это потому, что весь этот бункер собран именно из комплексных воспоминаний отдельных людей. То есть, если профессор путешествовал чисто по своим воспоминаниям, то возможности Черногорьева это самое и позволили сделать. Поэтому, конечно же, неважно, за кого именно будет путешествовать по нему же Черногорьев по этим же воспоминаниям. Я так понимаю, что его фантому просто, скажем так, интересно, чем все закончилось. Что же получилось в итоге в этом бункере. И там действительно происходили и утечки газа, и явно это место в срочном порядке было заморожено. То есть, его прям закладывали кладку кирпичную. И даже, возможно, кого-то там заложили. И я даже полагаю, что не кого-то. Там действительно произошел какой-то возможный бунт или какая-то возможная тревога. И в этом и особенность. Когда погибает Глеб или, возможно, не Глеб, кто-то другой из привлеченных со стороны работников, мы просто переключаемся на воспоминания, например, начальника сектора Андреева. И уже путешествуем по этому месту, как Андреев, вспоминая те же самые моменты допроса Черногорьева и так далее. И, естественно, весь эмоциональный окрас как страх. То есть, понимаете, тут в чем смысл? Ну, одновременно с тем, что он знает, что в этой комнате Глеб погибнет, ему передается страх неизведанного. Самый страшный страх неизведанного – это страх, конечно же, смерти. То есть, непонятно, что за ней. И поэтому просто необъяснимые нападки страха происходят на персонажа. И понятно, что именно на том месте, где он должен будет погибнуть. Ну, кладывая все вот эти элементы мозаики, конечно, можно проследить, что же в итоге получилось с этим бункером. Конечно, примерно в июне, к концу июня, его заморозили 53-го года. Именно из-за того, что там произошла какая-то вот серьезная авария или кто-то вырвался из менталистов. Ну, в общем, очень сложно сказать. Действительно, там был заперт, скорее всего, начальник сектора. Но он нашел все-таки выход. И финальная концовка, она концовка не Глеба. Это концовка начальника сектора Андреева, да, что он выбрался, что он в итоге все-таки выжил. Да, там семья, дети, внуки и так далее. То есть, подводя итог, все, что мы с вами видим от первой до последней серии, это и есть путешествие Черногорьева по восстановленному же им в мерцающем мире бункеру. Ну и последний слой, это, конечно же, смысл, который закладывался во все вот это, что мы с вами наблюдаем. Конечно, все, что здесь происходит, это непосредственно аллегория на весь народ Советского Союза тех времен, да. Это люди, которые заперты в узком пространстве, в бункере, в идеологии. Смерть вождя, она принесла вот это состояние страха неизведанного, страха непонимания, непонимания, как жить дальше, как вообще это возможно. Но это, понимаете, это страх в голове, страх тех стен, что возвели вокруг советского народа. И если преодолеть эти стены, эти барьеры и покинуть этот бункер, да, то в итоге оказывается, что жизнь-то продолжается. Все идет своим чередом. Солнце светит, трава зеленеет. И за одним жизненным устоем приходит следующий жизненный устой. То есть, все равно человек продолжает спокойно жить, любить и ценить жизнь до своего последнего мгновения на этой земле. Жизнь не закончилась, страна не развалилась. Советские люди продолжили жить, продолжили развивать свое государство, полетели в космос. Да, в конце концов, это рассказ про барьеры, которые человек сам для себя, по большому счету, возводит. В любом случае, все, что было сказано в этом разборе, это исключительно мое мнение. И я, пожалуй, буду прощаться. С вами был Огнич, и большое спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok